Здравствуйте, уважаемые друзья! В одном из фильмов я показывал личиночку веснянки, одной из разновидностей веснянки, которая, к сожалению, в наших водах не проживает, в нашем регионе. Больше любит холодные и быстрые реки. Но, несмотря на это, вот выполненная в таком варианте хорошо ловит окуня и другую белую рыбу, вплоть до карпа. Давайте свяжем эту мушку. Я взял крючок Кимка 200Р, 12 номер. Вы можете для себя подобрать по возможности, как вы захотите, величину другую, или больше, или меньше. И мы ее огрузим. Огрузили довольно-таки прилично нашу нимфочку. И пока будет подсыхать наш клей, мы ее слегка вот так с вами приплюсним нашими утконосиками. Промажем еще немножечко клеем и промотаем ниткой. Из материалов, которые нам понадобятся, будем говорить, кроме охотничьего фазана, нет больше других материалов, которые бы затрудняли наше изготовление. Немножко прихватили. Тело у нас хорошо вот так выглядит. Доводим до загиба. Для крепления, допустим, в реале, как существует нимфа, у нее жаберки довольно-таки подвижные. Чтобы создать подвижность нашим жаберкам, я возьму вот эту часть, близкая к пуховым, куриного пера. Вы можете на свое усмотрение подобрать то, что у вас есть в наличии. Можно, допустим, использовать, вот у меня есть пуховое перо индюка. Или же можете использовать охотничьего фазана. Длина придатков, которые у хвостика, довольно-таки они существенные. Поэтому, даже если у вас получится несколько больше, не расстраивайтесь. Эта рыба не будет настораживать. Я первое время, когда изготовил вот такую нимфу, думал, ну, все, очень уж большая, навряд ли что будет. Рыба не пропускает. Вот вышел у нас вот такой хвостик. Теперь мы возьмем с вами. Три бородки отщепнем из охотничьего фазана. И с вами вымеряем длину хвостика. Хвостик у нее достаточно длинный. Равен почти длине всего нашего тела. Будем говорить крючка. Подхватили здесь. Подровняли. И слегка разведем наши бородки. Приблизительно вот так развели наш хвостик. Для крепления чехольчика я возьму, ну, значительное количество бородок. Может быть, даже где-то с десяток. Вы посмотрите по качеству своего пера, что он вам позволит. Крепим его сразу за узкие тонкие концы. И разравнивая вдоль тела вот так, прихватываем к хвостику до района крепления хвостика. Оставили. Подхватили весь материал. Крепим теперь для сегментации. Вот у меня имеется вот такой обыкновенный люрекс из галантерейного магазина. Можно использовать любой другой. Просто этот у меня сейчас был под руками. Подхватили. Убрали. В качестве жаберок, которые у нас будут имитировать нашу нимфочку, я буду использовать вот такой остаток пухового пера. Удаляю ту часть, которая мне не нужна. Подготовлю перышко. Подрежу ненужное. На величину вы сильно не смотрите. Мы потом все с вами подрежем и подровняем. Так как мы будем с вами перышко наше переламывать, поэтому выпуклой стороной крепим здесь у загиба. Закрепили. Подхватили. Посмотрели, чтобы оно было у нас строго сверху. И оставляем в таком положении. Теперь будем изготавливать тело. Для даббинга можно использовать оттенки от оливкового до вот такого цвета, как непонятно вроде бы желтый и не желтый. Так как спинка у нас будет темная, то брюшко почти всегда у нимфочек значительно светлее. Я промажу нить и совсем немножечко, вот так вот, щепоточка за щепоточкой, добавляю на свою нить. Сильно не усердствуем для того, чтобы не было у нас комочков. Как вы изготовите даббинговую нить, это уже ваше личное дело. Методом расщепления или вот так, как я, это большой роли не играет. Вот я набрал приблизительно такое количество меха, и теперь я беру его, вот так слегка подкрутил. Всё, даббинговая верёвочка у меня, моя нить готова. И я начинаю, удерживая все перышки, чтобы мне не мешали, не попали под нить, формировать тело. Тело должно быть достаточно плотным и крепким, чтобы выдерживало поклёвки наших хищников. Если по каким-либо причинам вам, допустим, кажется, что тело недостаточно пышное, пройдите два-три раза по одному и тому же месту. Это не возбраняется. Чем плотнее будет тело, тем даже лучше. Приблизительно формируем до середины нашего тела. Дошли мы с вами до середины нашего тела, и теперь я не подрезаю, не подстригаю, где как получился больше-меньше у нас лохматость. Это не страшно. Переворачиваю наше перышко, которое будет формировать жаберки нашей личинки. Выберу количество, сколько мне необходимо, и здесь слежу за тем, чтобы моё перо не ушло ни влево, ни вправо, строго вертикально, вернее, строго над нашим телом. Закрепим. Остатки удаляем. Вот так. Нить пока не трогаем. Она остаётся у нас здесь. И теперь мы берём с вами наш люрекс, который мы закрепили, нашу любимую щёточку зубную, и начинаем сегментировать так, чтобы не прихватывать наши пуховые перышки с равным шагом. Делаем один полный оборот и закрепим наш люрекс. Учитывая то, что наша грудка должна быть значительно пышная, мы с вами сейчас берём, вот, переламываем теперь перо, которое мы укладывали в фазан на чехольчик. и стараемся так, чтобы не сильно разъезжались наши перья, закрепить в месте крепления наших жаберок. Подтягиваем, хорошо удерживаем и захватываем. Вот так. Остатки удаляем. Ну вот, вышло у нас вот такое симпатичное тело. Учитывая то, что у нас грудь значительно пышнее должна быть, и чехольчик должен быть достаточно хороший, пышный, я возьму, ну, очень большое количество бородок, может, даже десятка-полтора. Вы уже посмотрите по своему перу. Если этого будет мало, можно добавлять, сколько вы сочтёте необходимым. Я подрезаю кончики так, чтобы они мне не мешали сразу. И крепим. И таких пучочков нам надо уложить, наверное, штучки три. Будем смотреть теперь по нашему перу. Опять отрезаем края перьев и крепим следующее. Вот так. Закрепили. Посмотрели. Вот нам два пучочка, в принципе-то, будет почти достаточно. Сейчас мы ещё немножко подровняем здесь. Да, вполне будет достаточно. Для имитации лапок я взял обыкновенное перо. Вот такое, которое у меня было по остаткам. Подберём сейчас сколько нам нужно количество бородок. остальное отрежем. И закрепим его здесь же. Можно имитировать лапки с помощью пера куропатки, с помощью резинок. Как вам будет удобно. Это вы уже определите сами. Закрепили здесь. поставим крючок в удобное для нас положение ещё повыше. Учитывая то, что грудка у нашей личинки всегда значительно темнее, я возьму серый даббинг. и здесь можно уже сильно не жадничать, а добавить его так, чтобы было в достаточном количестве. Совсем много тоже, конечно, нельзя добавлять, потому что мы ещё с вами будем обматывать пером. вот подхватили, прихватили, скрыли полностью всю нашу неровность. Вот так. Если надо, добавим. Вот так. И теперь для уже окончательного формирования грудки я взял три пёрышка павлина. Если у вас его нет, можете дальше продолжать изготавливать так же вот, как я изготовил из этого серого даббинга, можете изготавливать грудку. Большого, как говорится, влияния на качество клёва это у вас не повлияет. Закрепим нашу нить и сформируем грудку из нашего пёрышка павлина. следим за тем, чтобы перо у нас укладывалось ровно, без залысин. Если по каким-либо причинам длины пера будет недостаточно, можно примотать ещё раз, ещё раз, ещё раз, ровно столько, сколько вам будет это необходимо, для того, чтобы мы закрыли вот так, как у меня нашу грудку. Добавили немножечко ещё пера павлина, для того, чтобы попышнее и лучше была наша грудка. Берём наше пёрышко и стараемся выполнить хотя бы 2-3 оборота, чтобы обозначить наши лапки. вот как раз этих 1,5-2 оборота этих будет достаточно. И крепим наше перо здесь же. убираем пёрышки. добавим капельку клея на место крепления. Сделаем здесь завершающий узел, отрежем остатки и поменяем нашу нить. я делаю следующую вот такую операцию. Разравниваю аккуратненько все бородки, которые у меня были сверху. Беру наш чехольчик, который у нас образовался. Тоже его подравниваю, чтобы он у нас ровно лёг сверху. не разъезжаясь проследим за тем, чтобы он у нас лежал сверху и закрепим его здесь. Пару-тройку оборотов будет достаточно. Удаляем теперь наши остатки пера павлина. Капнем капель пухлея и закрепим наши глазки. Глазки я изготовил из лески. Как вы уже знаете. подхватили наши глазки. они вот так у нас симпатично должны стоять. Подравняем. И здесь теперь уже сделаем окончательно завершающий узел. Для окончательного завершения нимфочки нам надо перевернуть и все которые бородки пера у нас находятся снизу состричь так, чтобы аж до самого брюшка, чтобы они у нас нигде не мешали. Вот так. выполнили. Подравняли теперь наши перышки и я вам наверно будет плохо видно, но все равно будет интуитивно понятно. И теперь совсем немножечко подравняем наши жаберки и то перо, которое формирует нашу наши лапки. Вот где-то вот так. вот вышла вот такая симпатичная нимфочка, но она еще у нас не законченная. Для того, чтобы наша мушка служила долго и счастливо, нам для этого надо поправить вот так, чтобы не попадали пуховые перья в нашем покрывном чехольчике, как вы видите, и взять обыкновенный лак для изготовления мушек и пройти неоднократно вот хорошими вот такими пропиточками по всему нашему чехольчику, начиная от хвостика. И тогда наша мушка будет готова. Вот, друзья мои, довольно-таки уловистая оригинальная приманка, которую любит вся белая рыба, в том числе и окунь. Благодарю вас за внимание. До скорых встреч! субтитры субтитры